привет привет друзья очередной выпуск плейлист наполняем жизнь делюсь своими эмоциями идеями если хотите рекомендации вам оставляю часто спрашиваете сегодня продолжение предыдущего выпуска тезисно обозначаем некие аспекты которые в общем-то так или иначе позитивно соблюдение этих вот правил небольших позитивно повлияет на вашу жизнь знаете чего хочу сегодня начать вот о просьбах да многие взывают они знак богу к ангелам к чему-то еще на взывают просят о том что по вашему именно по вашему понятию вы хотите но в результате получаете вот то в чем как говорится вы действительно нуждаетесь просьбы молитвы возносятся о себе ну и о других лично что вот что касается меня если вот так вот на себя как говорится примерять ситуацию я никогда не прошу чего-то определенного я прошу чтобы это было так назову ситуацию самым хорошим из всего возможного вот если у вас есть какая-то ну не знаю там цель если вы стремитесь к чему-то определенному лучше на мой взгляд просить об этом или о том что лучше вы знаете в детстве я считал что нет ничего вкуснее сосисек вот в это целлофановой оболочке и вот их в школе когда нам их давали так вот это было лучшее что я кушал своей жизни также я фанатично относился к пелеменям из магазина но в те времена которые в таких картонных коробках продавались но когда я повзрослел я понял что на самом деле очень вкусно вот тушеные овощи и обязательно там должен быть баклажан а вот в детстве я от слова баклажан скажем так белел зеленел и меня возникали определенного рода ощущения неприятные вот я хочу сказать что часто мы позволяем друзья грузу впечатлений чувств переживаний и событий вот именно прошлых лет оставлять свой отпечаток влияяя на ясность наших нынешних суждений нам кажется мы хотим одного но часто оказывается что мы хотим совсем другого и это может оказаться как хорошим так и плохим в самом начале помните я вам рассказывал такой стартовый заход был что первые 30 лет своей жизни я думал что хочу быть богатым успешным человеком миллионером а на самом деле получилось так но я сейчас уже имею право делать выводы о своей прошлой жизни что эта жизнь моя я действительно делаю выводы по поводу всего что со мной происходило так вот я выяснил что я хотел быть простой жертвой я просто искал сочувствие окружающих понимание если хотите и только когда мое желание действительно поменялось я захотел действительно стать успешным человеком если хотите миллионером так уж и быть они жертвой так все и произошло поэтому будьте внимательны к своим желаниям следующее краткое лаконичное слово мудрость самый действенный инструмент для достижения проект того самого процветания жизнь так устроена что глупец рано или поздно расстанется со своими деньгами да действительно именно так происходит с глупцами и именно поэтому лично у меня есть веское основание полагать что именно к человеку мудрому будь то мужчина или женщина благополучие обязательно придет да так или иначе человеку свойственно меняться я был в статусе как теперь выясняется глупца и деньги у меня появлялись исчезали такой переменный успех я пережил с годами обретая жизненный опыт я смею заверить что я обрастал неким таким моментом мудрости и результате деньги придя ко мне остались со мной навсегда поэтому вывод простой друзья если вы стремитесь к значительному благосостоянию обретите сначала незаурядную мудрость начните с того что признайте что в каких-то жизненных ситуациях вы совершенно очевидно проявляли глупость именно через это признание постепенно приходит мудрость а теперь давайте конкретно о термине благосостояния не поговорим что называется обозначим и так благосостояние это ваше прирожденное право и подчеркну естественное условие существования если вы не здоровы несчастливы или бедны это от того что вы отклонились от своего жизненного пути и утратили связь со своей истинной сущностью дело в том друзья мои что здоровье это ваше естественное данное от природы состояния только при нехватке микроэлементов например ну не знаю там цинка магния или еще чего-то болезнь может одолеть ваш организм дорогие мои все мы с вами вошли в этот мир от рождения по умолчанию счастливыми людьми несчастье это осознанный выбор требующий чтобы вы сами приняли вот это вот решение абсурдное как таковое несчастье чуждо природе неестественно если хотите безнравственно поэтому вы рождены чтобы быть богатым вообще борьба за существование лишена на мой взгляд благородства она неестественно и не необходимо поймите когда вы живете по всеобщим законам процветания благоденствие приходит к вам также естественно как дочь я не знаю там поливает деревья ваши ягодки на вашей даче и так далее вообще само по себе благополучия возникает из окружающей нас атмосферы блин друзья вселенная обеспечила обеспечила нас всем необходимым для счастливой жизни скажу вам такую простую вещь энергия успеха витает повсюду ею наполнена окружающая нас атмосфера если хотите знаете она как слуга если хотите вот такую метафору ожидающая ваших указаний вот это вот сущность можно так это все назвать всегда на часах в никогда не когда ее вызовут из небытия но чтобы вы понимали откуда все берется я вам скажу простую очевидную вещь откуда берется то самое процветание что на старте на физическом уровне да все просто идея 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 должна вас озарить дальше дальше для тех кто не может найти счастья в жизни я в том что скорее всего это происходит потому что вы не нашли еще своего предназначения как только вы откроете для себя свое предназначение успех отыщет вас как только вы начнете выполнять работу которая является вашим истинным предназначением вселенная высшие силы как угодно бог ангелы не знаю кому как больше нравится а дарит вас добром и это безо всяких на то исключений работает потому что это законы мироздания поймите кто собственно говоря сталкивался с этим либо вот относится к людям нашедшим свое предназначение подтвердит мои слова если вы работаете свою работу которая является вашим признанием вашим предназначением вы работаете со страстным увлечением усердием и самоотверженностью и в этой связи сколько такое происходит вы работаете как говорится с такой направленной конкретной линии мысли ваша работа осуществляется на необыкновенно высоком уровне и как результат это поразительные достижения так или иначе все все буквальном смысле люди даже не осознавая этого находятся в постоянном неком поиске своего высшего предназначения той самой великой идеи дело действия мечта все это высокие категории в понимании людей но когда вы выполняете свое предназначение люди окружающие вас ощущают присутствие этой некой высшие силы и хотят быть в том числе ближе к вам чтобы стать ее частью частью этой силы вы в результате становитесь личностью личностью притягательной для в том числе и влиятельных людей и уже вместе с ними идете к успеху и процветанию осуществляющего более как говорится решительные шаги это все скажем так производные для формирования вами той самой большой настоящие мечты если вами владеет эта мечта большая настоящая мечта весь мир друзья мои покориться вашей воле но это одна из тех вещей которые людям не осведомленным скажем так не совсем понятно и они в том числе и не могут вот в эту обычную вещь поверить но на элементарном уровне сущность любого явления во вселенной можно свести к энергетическим вибрациям ну а сами энергетические вибрации вне всякого сомнения способны взаимодействовать и реагировать на другие вибрации да вот эта часть которая определяет мое отношение богу к ангелам к высшие силы я склонен вот это нечто высшее воспринимать в виде каких-то вибраций действительно неосознаваемых и непонятных в полной мере для меня но все-таки я призываю людей скептически настроенных не относиться к себе как к мешкам с мясом и костями что-то есть и это что-то делает нас и об этом я писал но потом кстати говоря виде ролика вам презентовал посмотрите видео плейлисте жизнь и вы найдете этот ролик ну и поймете мое отношение ко всему что происходит лично со мной в этом мире так вот вибрации и понимание того что все зависит от вибрации вы действительно способны привлечь к себе успех также естественно как обнаружить место не знаю там для парковки автомобиля понять на какую кнопку лифта нажимать чтобы сообразить какой быстрее приедет когда есть окошки до которые показывают где какая кабина сейчас на каком этаже находится когда вами владеет всепоглощающая мечта твердая вера в ее осуществления вы привлекаете к себе партнеров находите средства возможности в конце концов в результате укрепляетесь на рынках и создаете тот отлаженный механизм который в результате своей работы все ваши действия направленные на осуществление вот этой вашей великой мечты направляет в нужном направлении теперь немножко статистики наверняка кто-то из вас да многие читали в книгах и я тоже это много раз читал я просто хочу от себя эту идею донести вот смотрите друзья ваше благополучие это нечто среднее по сравнению с благополучием пяти ваших ближайших друзей по сути говоря это действительно предсказуемое также предсказуемо как и удивительно для непосвященных давайте вот просто рандомно возьмем пятерых в ваших ближайших друзей хорошо ваше ближайшее окружение здесь не имеет собственно говоря отношения вот это вот заявление к родственникам мама папа сестры братья именно друзья люди не имеющие с вами родственных связи которые в этом смысле для этого анализа не подходят так вот берем ваших не родственников но людей с которыми вы общаетесь вас в свое время свела с вами жизнь и ваши отношения в той либо иной степени закреплены и давайте применим для этого термин друзья сложим годовой доход этих пяти друзей и разделим сумму соответственно на 5 так вот результате вы получите ваш общий заработок за этот год ну кстати говоря это не только к деньгам относится вообще это правило действует в нескольких законах касающихся процветания и остается в силе повсеместно верите в это знаете ли вы об этом или нет взгляните на взаимоотношения здоровья и счастья вот этих ваших близких друзей и вы обнаружите что вы в этом списке находитесь как раз посередине давайте немножко остановимся на термине вера вера в возможность процветания так вот она способна извлечь то самое процветание для вас из общей сокровищницы вот этой вот мироздания в которой ну если не разбираться не понимать ну как говорится черт ногу сломит где чё там искать где там мое так вот в первую очередь нужно вооружиться верой мы с вами знаем что идеи это средство делающие возможным появление благосостояния из небытия и его реального воплощения на физическом уровне знаете как в тех же книгах пишут если ты можешь себе это представить в голове будь уверен ты это можешь получить на его другое дело что одного представления в голове такой знаете мимолетная фантазии маловато все это осуществить без веры практически невозможно вы должны увидеть распознать свое благо стремиться к нему конце концов поверить в его существование это первый инструмент для того чтобы это ваше благо появилось даже по исследованию многих ученых занимающихся вопросом счастливой жизни на так назовем ситуации люди наделенные меньшим талантом в какой-то области но с более сильной верой достигают более значительных успехов и намного скорее чем люди способны обремененные образованием знаниям но слабые верой запомните если хотите запишите вот такое мое утверждение на основании которого я в общем-то формирую свою жизнь благополучие без денег не может существовать если вы преуспеваете вы обязательно должны быть здоровы счастливы и богаты три составляющих благополучия если отсутствуют два пункта из этих трех да это не плохо но это также и не назовешь настоящим полноценным благополучием по моему мнению истинное благополучие друзья занимает все три позиции истинное благополучие ну и правда обратите внимание на жизнь посмотрите на нее многие богатые люди больны ожесточены и одиноки таких людей трудно назвать процветающими если вы здоровы сильны духом у вас крепкий брак но из месяца в месяц вы пытаетесь найти деньги чтобы заплатить очередной кредит и не можете найти этих денег или лезете в дополнительно в долги то вас как вы понимаете сложно назвать процветающим человеком еще раз повторю здоровье счастье богатство теперь о трудностях о испытаниях которые вам подкидывает постоянно жизнь то что вы называете жизненными испытаниями формирует качество характера приводящая к успеху к жизненному успеху я не хочу пытаться даже намекнуть что процветание каким-то образом неуловимо или трудно достижимо что нужно пройти там рим и крым огонь воду и медные трубы чтобы стать преуспевающим человеком нет это не так важно понимать что процветание приходит только к тем кто на правильном пути кто если хотите оказывается достойным этого самого процветания для большинства людей значительная часть пути к жизненному успеху состоит из преодоления неизбежных испытаний формирующих ну тот самый характер и способствующих зрелости суждений ну помните про мудрости говорил так вот вы обретаете эту самую мудрость из своих и чужих ошибок чем больше уроков вы получаете из чужих ошибок тем меньше вам приходится совершать своих ошибок но каждому из нас уготован свой жизненный урок для того чтобы сделать необходимые вам выводы в результате тот кто принимает идею процветания осознает это и приветствует вызовы судьбы рассматривая их как средство для приобретения необходимых личных качеств я часто в своих роликах на всех своих каналах предлагаю вам переквалифицировать термин проблема и вот этот весь статус негативный который идет из этого термина переформировать статус задачи и фатализм заметно уменьшается а точнее нивелируется я объясню почему проблема да она несет в себе оттенок некой фатальной субстанции а вот задача подразумевает решение чувствуете так или иначе вы должны помнить помнить всегда одну простую вещь это уже как бы немного обособлено но все-таки я хочу чтобы вы и это от меня услышали я за свою жизнь понял очень простую очевидную вещь природа всегда получает свою долю да вы можете добровольно с радостью любовью благодарностью отдавать небольшую долю вашего благосостояния источнику ваших успехов кто-то там платит десятину в церковь кто-то нуждающимся относят кто-то самими своими действиями рабочим процессом приносит какую-то пользу окружающим его людям в конце концов клиентам то есть очень важное условие отдавать в большей либо меньшей степени часть своей души тех самых но если хотите духовных что ли сил вы можете как я и говорю делать это добровольно а может вы не понимаете как это делать ну знаете все это будет происходить и помимо вашей воли предположим если у вас стабильный какой-то бизнес и вы очерствели там в каком-то смысле считаете что все что к вам приходит это все ваше и именно вы никто другой несете определенные заслуги основной заслуги во всем этом знаете да это ваша заслуга это ваш успех но я же говорил что все основано на взаимодействии всей вселенной и вселенная обязательно получит свое не хотите так отдать будете платить не знаю врачам юристам кому-то еще в общем делайте свое дело с душой заботясь о том что ну действительно ваша деятельность какой-то очевидный результат и не только вам приносит а еще и посторонним но в конце концов если ваша деятельность заточена на какой-то русский сегмент и вы понимаете что вроде как кроме как вам ничего от этого не прибавляется но в конце концов заведите себе за правила не знаю десятину относите в храм не навязываю и не сейчас не пропагандирую вот эти вот вещи очень много есть людей нуждающихся какой-то очевидной помощи детские дома дома престарелых ну что-то в этом роде адресно-адресно единственно адресно вот эти все смс-ки помощь кому-то это не знаю я никогда не помогаю таким вот образом гораздо проще собрать коробку фруктов отнести в детский дом или в конце концов не выбрасывайте на помойку старые вещи вывешивайте их кому надо возьмут ничего вам это не стоит действительно вы какую-то часть отдаете виде собственных благодушных вибраций во вселенную это важно из этих мелочей запомните складывается и ваша та самая мощная вибрация которая помогает вам жить и радоваться этой жизни на сегодня давайте подытожим подытожим пафосно с помощью термина мечта и так на мой взгляд мечта должна быть такой же высокой значительной как вы сами ощущать себя ничтожеством умоляю вас это не нужно не вам и вообще никому до всему мирозданию это не нужно конечно смирение это неплохое свойство характера но фальшивая скромность или подавление своих самых лучших качеств то есть нечто противопоставляющие самой идеи процветания простая метафора мышцы суставы которые не тренируются в итоге атрофируются то же самое происходит друзья с вашей мечтой и и предвидением и желаниями не бойтесь ваше видение будущего должно быть дерзким отчаянно смелым озаренным богатым воображением если вы хотите воплотить это в жизнь мечтайте именно так без страха дело в том что вам нужна некая сила заставляющая вас идти вперед эта сила то самое побуждение должно быть настолько мощным чтобы однажды утром проснувшись и едва откинув одеяло вы буквально ворвались в наступающий день с нетерпением предвкушая грядущие события какими бы они не были так ну что пишите пишите что думаете по этому поводу а мы продолжаем эту рубрику следите за нашим каналом плейлист жизнь вот здесь у нас до свидания счастья здоровья финансово благополучия веры в себя вам и вашим близким до встречи